Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня тирамису. Рецепт на него я обязательно оставлю в инфобоксе, закреплю в комментариях. Мама его готовит безумно вкусно, а я готовила именно по маминому рецепту. Вот такая вот порция у нас обычно хватает на нас двоих с мамочкой. Давайте приступим. Кстати, меня часто спрашивают насчет моего блеска для губ в последнее время. Это вот такой вот блеск. Я его поближе покажу в моем инстаграме. Он от El Corazon и какой-то оттенок уже стерся. Раньше я вообще не любила такие блески. Ну как раньше? Где-то, наверное, лет 5 назад я вообще была против таких блесков. Мне очень нравились матовые помады. Нежнятина. В общем, раньше я вообще не воспринимала блеска для губ. Особенно с такими крупными блестками. Это вообще для меня было табу, антитренд. Все, не хочу. Но в последнее время мне так нравится эффект. И когда была в пятом классе, мне так же нравилось. Поэтому решила тебе заказать. Все хвалили этот блеск от El Corazon. Поближе обязательно покажу в своем инстаграме. О чем я хочу с вами сегодня поговорить. Прежде всего, хотелось бы высказать свои соболезнования всем жителям Перми, а в частности, этому университету, в котором произошло трагическое событие, почему-то эти случаи учащаются. Никогда не думала, что скажу это. Никогда не думала, что скажу, что Жириновский прав. Но однажды Жириновский сказал, что мы неправильно делаем, что везде во всех СМИ рассказываем про такие проблемы. Другой сумасшедший берет пример с этого и делает то же самое. И это не шутки. 9 человек. 9 сломанных семей. Я, конечно, не представитель Думы и так далее. Я просто обычный человек, который говорит свое мнение. Мне кажется, все-таки надо запретить продавать оружие людям младше, например, 25 лет. Если он не работает ни в какой охранной сфере, зачем человеку оружие? Почему в свободном доступе можно легко получить лицензию и купить оружие? И вы прикиньте, сотрудник ДПС обезвредил его. Там они штраф выписывали кому-то. И вдруг услышали стрельбу. Там люди начали выбегать. И что они сделали? Они побежали помогать. Вот реально низкий поклон таким людям. Это настоящие мужчины. Я увидела в программе новости этого человека, который обезвредил преступника. Я бы лично испугалась. И подумала бы, это не моя работа. Человек неравнодушный. Не прошел мимо. Решил помочь. И тем самым спас кучу жизней. Просто вообще низкий поклон этому человеку. Мне кажется, ему должны дать премию. Минимум 10 тысяч долларов. Потому что жизнь людей, она бесценна. А он спас людей. И я замечаю, что эти преступления делают люди... Совершают люди... Плюс-минус одного типажа. Такие тихони. Которые ни с кем не общаются. Оказывается, планируют кого-то убить. Я вот всегда говорила про дистанционку и так далее. Вы, возможно, не видели. Но преступник, прежде чем выйти с трубовиком, он написал огромное сообщение на своей странице ВКонтакте. Сейчас эту страницу уже заблокировали. А он говорит... Точнее, пишет. Мне не принципиально было убивать именно там. Я сначала думала над своей школой. Сначала хотел в школе это сделать, которую он закончил. Я против продажи оружия, кому попало. Надо как-то ужесточить эти законы. Минимум, чтобы человеку было 25 лет. Чтобы он мог приобрести оружие. И преступник, его зовут Тимур, написал на своей странице, что если даже ему не продали бы оружие, он бы решил этот вопрос по-другому. Решил бы с автомобилем. То есть, я не знаю, давил бы людей или что он делал. Просто страшно жить в таком обществе, где тебя окружают ненормальные люди, которые не получают должного... должной медицинской помощи. Он там пишет, что прежде чем получить оружие, там же нужно пройти медкомиссию. Его отправили на повторную. медкомиссию. И он что сделал? Просто открыл в интернете, как пройти эту медкомиссию. Ему дали 500 вопросов, он просто списал с интернета эти 500 вопросов. И все прошел. Очень жаль, что в свободном доступе есть такая информация, как пройти медкомиссию. Как если ты псих, сделать так, чтобы никто не понял, что ты псих. Как можно распространять такую информацию? Вот я реально не понимаю, почему нельзя запретить продажу оружия, например, до 25 лет, без особой надобности. А студенту 18 лет, который только поступил в универ. Какая надобность? Типа, я хочу охотиться. Я поняла, обойдешься. Ты, может, реально хочешь охотиться, а есть люди, которые используют это оружие в других целях. Поэтому как-то ужесточить, что ли, законы. Еще везде все говорят об этом. Да даже я сейчас в этом видео. Мне кажется, мы делаем неправильно. Почему мы делаем неправильно? Потому что, например, мы с вами здоровые люди, мы все понимаем. Но меня может смотреть человек не совсем вменяемые. и все идеи, чем можно заняться этой осенью. Меньше говорить про такие случаи хотя бы. очень сладкие. Прям очень. Термисо. Вкусные, сладкие. Мама еще печенье с авоярди сама приготовила. можно, конечно, купить. Но у нас, кстати, на канале есть и рецепт на эти печенья. В общем, что сказать? Я понимаю, что мои школьные, университетские года прошли просто в район. Мне искренне жаль всех детей, которым пришлось пережить это. если даже вас не ранили, если даже вас не умили. Все равно это огромный стресс для ребенка. В детстве мы воспринимаем все очень близко к сердцу. Вот некоторые пишут в комментариях, что в каждой школе должны стоять представители Росгвардии и охранять школу. Вот если все школы, все университеты будут охраняться, поверьте мне, эти ненормальные люди пойдут стрелять по улицам. Пойдут, не знаю, в большие гипермаркеты, на концерты, да куда угодно. Элементарно могут встать на улице, начать стрелять в прохожих людей. То есть это не решение. Мне кажется, самый верный выход из этой ситуации не продавать оружие кому попало. Например, если человек работает в каком-то охранном предприятии, я согласна, пожалуйста, продавайте. а просто 18-летний студент, 20-летний студент, 22 года человеку, мне кажется, минимум надо ставить рубеж 25 лет. потому что, если так пойдет, нам уже будет страшно выходить на улицу, и мы все будем делать онлайн, учиться онлайн, общаться со знакомыми онлайн, никуда не будем выходить. вообще я заметила, люди стали какие-то асоциальные. Никто ни с кем не общается, например, заказ продуктов домой. Многие сейчас делают, у нас внизу есть супермаркет, я заметила, что некоторые даже не спускаются в этот супермаркет, заказывают, все привозят им, хотя недалеко тут. Или готовые еду заказывают, одежду заказывают. Я, например, обожаю заказывать одежду, чем ходить по магазинам, лучше все заказать. И мне кажется, скоро нам просто страшно будет выходить на улицу, если не предпринимать никакие меры. какой-то идиот возненавидел мир, к примеру, я же не виновата в этом, я хочу жить, я хочу жить счастливо. Я поела ровно половину, это реально моя доза, вот, смотрите, обычно у нас всегда так, я ем половинку, мама уже в течение двух дней ест вот эту вот половину, поэтому я наелась, спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца, не забывайте подписываться, а самое главное, берегите себя, всех люблю, пока!